Приготовить 40 разных видов кофе легко. Эти профессионалы точно знают, кофе оно или он. За их прилавком есть и творческий подход, искусство рисования и торжество аромата. Изучаем внутреннюю кухню бариста. Вот ваш кофе, ваша пирожная. Хорошего дня. Спасибо. Почему вы выбрали именно эту профессию? С детства у детей обычно мечты стать кем-то более главным. Может быть президентом, поваром, пожарным. Почему именно бариста? Если можно сказать так, совпали звезды. Я просто на самом деле сама очень люблю кофе. И мне всегда было интересно все, что скрывается за моим кофейным стаканчиком. Молим кофе. Есть такие штучки. Это разравниватель для кофейного зерна. Все делается на специальном коблике. Просто вставляем, несколько раз пропышиваем. Дальше есть тембер. Он утрамбовывает ваш помол. Вставляем, немножко нажимаем. Включаем к вашему машину, делаем небольшой пролив. Очищаем воду и кофейную группу от предыдущего помола. Вставляем, закручиваем. Нажимаем кнопку и включаем таймер. Подогреваем, взбиваем молоко. Как проходит ваш день? Сначала мы приходим, соответственно, за несколько минут раньше до открытия. Это 30 минут чаще всего. Включаем первым делом кофе в машину, потому что она должна 10-15 минут нагреваться. Дальше мы собираем холдер, расставляем все то, что мы мыли при закрытии смены. Это разравниватель, это темпер. Мы включаем весы, включаем свет во всей кофейне, в принципе. Достаем, молочко приносим. Если что-то нужно где-то, например, настроить, помол, проверяем обязательно, чтобы каждое утро он был настроен. А какие трудности возникали с приходом на эту работу? Если бы я пришла сюда работать, я бы больше машинки боялась. Да, на самом деле было страшно что-то не так сделать, что-то сломать, погнуть. Или, например, отдать кофе гостю, который был бы невкусный. На самом деле до сих пор иногда такой страх есть, когда при тебе пробуют кофе, который только отдал. И наблюдать за тем, как человек его попробовал, и что он скажет дальше. Понравится ему, не понравится. Но чаще всего, конечно же, нравится, потому что мы все стараемся для того, чтобы люди пили вкусный кофе. Вытерю тряпочкой и опустите. Да, теперь опускаем. И на это конца. У тебя получилась такая глянцевая, видишь? Сверху пенка и очень гладкая. Пить кофе он мой или кофе оно мое? Раскройте секрет. Вообще, до 2002 года кофе был исключительно мужского рода, но потом в словарь русского языка потерпел поправки, и теперь можно говорить кофе оно мое и кофе он мой. Стану ли я баристом? Возможно. Это была та профессия, о которой я не знала ничего. Придя в кофейню, в глазах людей я увидела любовь к своему делу. Я и сама фанат кофе, и поэтому профессия бариста показалась очень интересной и вкусной. В этой роли очень важно найти подход к клиенту, чтобы поднять ему настроение. Также нужно уметь не поддаваться соблазну, чтобы не съесть все вкусняшки.